Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Вижу, что за последние 4 дня моего отсутствия вышло очень много негативных новостей, которые заставляют тебя паниковать, а цену биткоина падать дальше. Блокчейн биткоина якобы взломан, Дональд Трамп назвал биткоин скамом и призвал к массовому и жесткому регулированию криптопространства. Да, мы не раз говорили о том, что крипторегулирование это то, что станет причиной краткосрочных дампов на рынке, возможно даже очень жестких падений на рынке. Но об этом я хочу поговорить в видео, которое выйдет вечером, сейчас же я хочу показать вам эти аплодисменты. 62 голоса из 84 голосов. 62 голоса из 84 голосов. История. Биткоин. Сальвадор. А что вообще произошло? А произошла история. Впервые на этой планете биткоин признан официальной национальной валютой наравне с долларом США. Стоп, стоп, стоп. Еще раз. Биткоин. Официальная национальная валюта. Да просто вдумайся в это. Я не думал, что когда-то доживу до этого. Сальвадор принял законопроект о признании биткоина законным средством расчетов. Законодательная ассамблея Сальвадора приняла законопроект о признании первой криптовалюты официальным платежным средством на территории страны наравне с долларом США. Этот законопроект вступит в силу через 90 дней с момента публикации в официальной правительственной газете. Также этот закон предполагает использование биткоина для установления цен и уплаты налогов. И кроме этого еще очень интересно. То, что правительство рассматривает возможность хранения биткоина на своем балансе и создает трастовый фонд на 150 миллионов долларов для покупки цифрового актива у населения. Я не могу понять, как можно опять в который раз за последние пять лет хранить биткоин? Ну как можно такое писать, когда мы видим это? Это же подтверждение того, что мы правы. Это же масштабнейшие события в истории. Пока Трамп рассказывает, что биткоин это скам. Пока кто-то пишет фейки о том, что блокчейн биткоина взломан. Пока Илон Маск что-то там свое придумывает. То, что творит Южная Америка, это просто невероятно. Кстати, насчет этого вчерашнего высказывания Дональда Трампа о биткоине. Все дело в том, что он чувствует, о да, он чувствует угрозу в биткоине для статуса своего доллара. И особенно контрастно это ощущается на фоне того, что в Сальвадоре теперь биткоин официальная валюта наравне с тем же долларом. И я гарантирую, они очень даже не зря подчеркнули это. Думаешь, это все? Как бы не так. Сейчас в Америке правит не администрация Трампа, а Байден. И член его команды, главный антимонопольный советник Белого дома, держит биткоинов на сумму 5 миллионов долларов. Если биткоин это скам, как говорит Дональд Трамп, почему же такие большие люди его держат? Отсюда вопрос. Так какая разница, что там говорит Трамп? И почему рынок на это так реагирует? Не знаю, как ты, а я предельно устал, что устами одного конкретного человека управляется целая индустрия. Илон Маск, Дональд Трамп, Питер Шиф и так далее. Возвращаясь к теме Сальвадора и принятия им биткоина на официальном уровне, я думаю, что это открытые двери. Это не что иное, как приглашение для остальных стран. Приглашение последовать примеру. Добро пожаловать в то самое будущее, которое мы ожидаем с 2017 года на этом канале. Добро пожаловать в мир, в котором биткоин вытесняет доллар. Президент Сальвадора у себя в твиттере написал. Капитализация биткоина 680 миллиардов долларов. Если 1% от этой суммы будет инвестирован в Сальвадор, это увеличит наш ВВП на 25%. Кроме этого, мы дадим биткоину 10 миллионов новых пользователей, а биткоин сам по себе является самым быстрорастущим способом перевода денег. По словам президента, 70% населения страны не имеют доступа к банковским услугам. Финансовая доступность – это способ роста экономики, и биткоин может ее обеспечить. Он заканчивает словами. Мы надеемся, что это решение положит начало полного переосмысления будущего финансов и поможет миллиардам человек по всему миру. Кстати, интересно то, что принятый законопроект позволяет стать гражданином Сальвадора при условии, если ты инвестируешь в экономику страны 3 биткоина, ну или больше. Биткоин на этом фоне вырос на 5000 долларов за сутки. Было бы неплохо увидеть продолжение этого роста. Думаю, что он продолжится только в том случае, если мы увидим подобного плана новости из других стран. Судя по тому, как сильно опасается Дональд Трамп, эта перспектива далеко не фантастична. Конечно, рост на 5000 долларов на такой сумасшедшей новости покажется слабым, соглашусь. Но он диктуется индексом страха и жадности, который сейчас находится на территории экстремального страха. Очень сильно напугали народ. Можно сказать, прямо-таки зашугали. Приблизительно такими же напуганными люди были в марте прошлого года, когда биткоин обвалился с 11 тысяч до 3800 долларов, буквально за несколько дней. Тогда это казалось чем-то невероятным. Но посмотри, как это падение. Вот оно. Выглядит на масштабной картинке. Его просто-напросто не видно. Думаю, в будущем и те падения, через которые мы проходим сейчас вот здесь, будут выглядеть приблизительно так же. Но это не отменяет того факта, что многие новички сейчас потеряли очень-очень много денег. Если, конечно же, продали свои криптовалюты. А я думаю, что они их продали. Итак, краткий обзор того, что произошло за последние 4 дня в Южной Америке. Президент Сальвадора объявляет о принятии биткоина. Затем он представляет простой трехстраничный законопроект. Правительство голосует и утверждает его. И, наконец, четвертое. Президент откровенничает в Твиттере. Представь себе. Историческое решение для биткоина и всего криптомира принималось всего за 4 дня. Еще раз. Впервые в истории человечества биткоин признан официальной национальной валютой. Но это же просто взрывает мозг. Помплиано пишет. Невозможно представить себе ситуацию, при которой правительство США могло бы действовать так же быстро. Итак, пока все паникуют, вершится история. И биткоин явно не собирается умирать, как об этом говорят некоторые люди. А меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся вечером. Сейчас будет очень много контента. Я вернулся. Это означает, что режим трудоголика активирован. На этом все. Не забывай зарабатывать и богатеть. Увидимся вечером. Субтитры сделал DimaTorzok